Не умеют. А наши, нашим говоришь, мы, ребята, мы придурки. И они, ура, классно, давай еще, повторяй это. Я однажды попал в неудобную ситуацию, потому что американцы считают себя пупом земли. Все, что они делают, правильно. Остальные их они не признают. Объяснить им ничего нельзя, что существуют другие обычаи, другие традиции, культура. Однажды мне позвонил друг из Нью-Йорка, говорит, пожалуйста, привези мне пару венечков для бани. Тут здесь сауны, и я не могу, мне надоели сауны, и я выстроил у себя рядом с загородным домом русскую баню. Привези пару венечков, попаримся. Я летел на два дня, думаю, ну что, у меня одни документы в дипломатии. Положу-ка я еще два венечка, положил и полетел. Значит, не понимая, что ждет меня впереди. Первый казус на нашей границе произошел. Наш пограничник, наш таможенник оказался таким неинтеллигентным, меня не знает. Я ему и так, и так показываю лицо. Нет, ни в какую. Он говорит, у вас еще вещи есть, спрашивает меня. Нет. Человек, вылетающий с одним дипломатом из России, вызывает подозрения. Он говорит, а наркотики есть? Я говорю, сейчас я вам скажу, что у меня есть наркотики. Почему вы со мной так разговариваете? Я говорю, вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что у него есть наркотики? Нет. Я говорю, что спрашивать тогда? Ох, он разозвелся и говорит, откройте дипломат. Я открыл. Там два веника. Он задал самый глупый вопрос, который я в жизни слышал. Он меня спросил, что это такое? На что получил не менее умный ответ. Я ему ответил, это два веника. Он не поверил, позвал таможенного офицера, они вдвоем при мне обсуждали, отрывать им листочки или не отрывать листочки. Офицер оказался человеком интеллигентным, меня признал, говорит, о, я вас узнал, это вы для юмора, пролетайте. А потом догнал меня и сказал фразу, смысл глубины которой я понял только, когда прилетел в Америку. Он так подозвал меня и говорит, желаю счастья на американской границе. Такое, знаете, с улыбочкой крысы шушеры такое. Да, я этот смысл понял только, когда прилетел в Америку, и когда увидел, как американцы наших трясут. Американцы стали досматривать наших очень тщательно. Они наших ненавидят. Ну, во-первых, наши летят в 8 часов. Вы представляете, каким пьяными они прилетают вообще? Они вообще не понимают, куда они прилетели. У них только, только у наших вот галстук, он собачьим ухом вот здесь вот. И вот эта половинка узенькая, она вот тут вот висит. И пупок между двумя пуговицами. И живот за 8 часов, как рюкзак альпиниста надулся, сидение в одном месте, и галстук параллельно с землей на животе. Конечно, американцы наших трясут. И тут я со своими вениками, я уже пунцовый подошел к таможеннику. Кто-то на меня смотрит внимательно, говорит, еще вещи есть? Я говорю, нет, человек, прилетающий с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение в Америке, из России. А он мне говорит, наркотики есть? Ну, опять все. Я говорю, нет, 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 я не шучу. Здесь с ними шутить опасно. Он говорит, откройте. Он смотрел дольше нашего. Вы знаете почему? Потому что наш это хотя бы видел когда-нибудь. Он задал тот же вопрос. Что это такое? Ну, так искренне, по-детски, мол, что это такое? Он никогда такого не видел. И золото, и наркотики, все видел. Но этого никогда не видел. И я понял, что я не знаю, как ему ответить. Я не настолько хорошо знаю английский. Это раз. А во-вторых, наш язык образный. Ответить ему это два веника, перевести дословно? А веники это то, чем подметают. Я что, такой чистюля со своими вениками прилетел? Американцам ведь называется все очень точное. По функциям. Веник значит подметать. У него не сойдется здесь. Он меня не пропустит. Он в шизиловку меня отвезет, если я со своими вениками прилетел. Я одно знаю, американцу надо отвечать так, чтобы у него сошлось. То, что он слышит, с тем, что он видит. Я ему говорю, это два куста. У него не то, что не сошлось. У него вообще файлы разъехали. Он говорит, два куста для чего? А я ж честный. Я говорю, для бани. У него директории смешались. Он говорит, два куста для бани? И начинает искать ответ в компьютере. Ничего не нашел там. Один ответ выудил. Гениальный. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Я понял, что я попал надолго. И он меня пытает. Значит, два куста для бани. Юный Мичуриниц прилетел с кустами в бани высаживаю. Я говорю, угу. Он говорит, зачем? Я говорю, бить себя. Раздеваться и бить. У него вообще компьютера пух. Вирус попал туда. Он говорит, бить себя в бане? Вы мазохист? Я говорю, нет. У нас вся страна так делает. Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, нет. Я привез другу. Понимаете? Он разденется, и я его в бане. Он говорит, понятно. Он мазохист, вы садист, значит, в этой ситуации. Позвонили моему приятелю, спрашивают, что привез ваш друг? Кто говорит, два куста для бани. Все. У них сошлось. Они меня пропустили. У них главное, чтобы сошлось обязательно. А呢? Ага. Продолжение следует...